господин борис здравствуйте очень приятно спасибо что согласились на эту авантюру с прогулкой на авантюры как правило соглашаюсь может пойти дождь я взял я взял вот эти зонты для нас пойдем сегодня будем перри патетики мы встретились с вами возле вашего отеля и такой естественный вопрос вот вы когда просыпаетесь часто ли бывает что вы думаете где я очень редко очень редко потому что я просыпаюсь и думаю а какая разница вы очень много путешествуете сожалению вот теперь уже к сожалению потому что мне так хочется быть я живу в лондоне да мне так хочется побыть дома порисовать что-то почесать нет еще рисуете я зарабатываю на жизнь и на студии живописью рисую картины продаю это факт смешной факт действительно я в это не верю но пускай так она и будет очень радует что мне можно не верить это значит что я еще жив это прекрасно а много чего о себе вы выдумываете вот когда вас спрашивают нет я в том что нечего выдумывать а действительно все равно гораздо более бредово чем все что я могу придумать но когда слышите в вильнюс что для вас прежде всего почему-то река почему тот зал где мы раньше играли всегда раз пять или шесть и все странно мы играли в вильнюсе через пару дней после того как вы освободились тогда в девяностые годы и вы играли вильнюсе еще до того идут а был такой фестиваль литваника 1986 году я его прекрасно помню да вы еще были наверное тогда аквариуме имею ввиду был членом ленинградского рок-клуба наверное мы до сих пор наверное члены руку нас не выгонял оттуда точно и здесь еще вот десять лет наверное назад здесь был такой концерт в костеле катрины где выдавали акустический да и когда весь зал пил город золотой значительно лучше чем я могу и вы сами даже не решили с этого делать у меня голос не позволяет это делать я сейчас это стал делать опять просто из из интереса а я имею интересно делать то чего я не могу делать и это еще обстановки цели а музыка вообще спокойно отношусь к этому а музыка вообще она вещь религиозная слова религия слова устаревшие ненужное и ничего не значащие религия просто набор стереотипов под которыми благодаря которым какая-то организация может тоталитарно завладеть очень большим количеством а какое слово вы бы использовали место вы знаете в древнем китае в императорском дворце хранилось что-то вроде камертона который воспроизводил точный тон благодаря которому на земле и под небом все происходит хорошо и император и все его службы знали что в разных провинциях этот тон может меняться но чтобы было благоденствие нужно чтобы тон соблюдался точно поэтому раз по моему в пол раз в год по моему специальный гонец с большим количеством воинов объезжал все провинции и сравнивал камертоны в провинциях и вот с оригинальным чтобы тон по всей поднебесной сохранялся один оттуда вот что такое музыка музыка дает законы неба передает на землю серьезно это звучит очень красиво романтически возвышенной такой нью-эйдж но тем не менее это простейший факт жизни музыка создает каноны по которым мы живем живет наше сердце и музыка может быть блатной шансон тогда канона будет ну так себе или может быть может быть бах нам будет чуть получше последний ваш альбом то есть альбом группы аквариум если уж так и у меня всегда возникает вопрос вот когда вы говорите от имени своего и от имени группы аквариум есть разница в этом так вы я так понимаю все таки создаете все песни и песни для альбомов б.г. и песни для альбомов аквариума ну б.г. это просто псевдоним аквариум на самом деле вся музыка которую я делаю было до решено еще или 50 тому назад все что я делаю это все равно аквариум потому что это я сотрудничаю с кем-то одному мне не интересно совершенно мне приходится последнее время из-за выхода альбома давать опять огромное количество интервью поэтому мне в каждом интервью есть возможность уточнить формулировку понять что же на самом деле это было что я делаю и как это все называется а бывает так что вот вы даете интервью рассказываете и сам лучше понимаете что я только для этого интервью даю но я постараюсь как можно лучше как бы содействовать тому чтобы вам стало яснее о чем вы да да хорошо я постараюсь большое спасибо я знаю что вы очень хорошо разбираетесь в напитках алкогольных тоже пишу я уже не много лет пишу книгу по этому поводу книги все время меняется меняет форму свою в принципе эти у пети мамонова когда-то была гениальная фраза алкоголь это я а может человечество вообще обойтись без вот этого чувство опьянения а вы знаете это вопрос который лежит в основе этой книги более того я основал тайное общество подоб девиз которого выпей с ними пока они живы в древнем египте как мы прекрасно знаем собирались люди собирались массово на праздники каких-то богов и нажирались просто не как нам даже себе не представить потому что целью было не поговорить выпивая как у нас часто а целью было полностью потерять человеческий облик себя а потом увидеть богов а в таком состоянии вот вы например это как как нибудь влияет на ваше творчество вот эти состояния все что я делаю их концерты и записи и написание песен то есть писание песен всегда в трезвом виде естественно или я к сожалению уже много лет даже напиться не могу не получается а стараетесь в общем то предлагаете усилия работа просто над собой идет чудовищно как в шахте и вот последняя ваша работа с группой аквариум называется дом всех святых там и открытым текстом говорите многие вещи о которых в общем то все говорят по крайней мере в этой части земли и в одной из песен вы говорите что будущего не существует ну в данный момент поведение российских властей заставляет к сожалению формулировать все именно так слушай они твердо настроены на то что будущего нет а если кто-то думает что есть что то мы сейчас вас поправим вы сказали про российские власти которым я не имею отношения про них что-то слышал но я газета гардиан я думаю что вы немножко имеете к ним отношения например паси господи когда-то тот самый президент путин присвоил вам орден за заслуги перед отечеством это было и вы приняли виню винюсь перед вами самому саму фигуру о которой мы говорим и вы которые вызывать не будем я его никогда не видел живем не встречали господь милого ну вы встречались медведевым например из сказали что в общем то он очень такой ну как бы приятный человек да я не хочу не хотел бы в общественном пространстве упоминать эти имена но тогда на протяжении короткой встречи мне было интересно мне бы вечно интересно посмотреть на самые крайние формы человеческого и он до нам показался очень очень прогреть очень милым человек просто говорить про обсуждать политические фигуры и людей которые за ними стоят но это знаете не очень не очень хорошо потому что я могу любить или не любить человека но не повод его оскорблять а ничего кроме оскорбления у меня нет а не надоело это вам что вы не за время вот борис гребенщиков должен выступать в роли такого морального авторитета и дело в том что я никогда не считал себя моральным авторитетом все разговоры мне интересны именно потому что они дают мне возможность что-то узнать про мир узнать точку зрения собеседника почувствовать его посмотреть как я буду отвечать потому что в процессе ответов я узнаю что я думаю но это и ответственность за свои слова тоже да кстати отвечаю за все что я живу иначе невозможно ну вот как человек может не отвечать вот вы когда-то недавно даже сказали интервью bbc что в крыму вы не встречали ни одного украинца и и многие слова недавно это все-таки 10 лет назад это было насколько я понимаю уже после оккупации крыма или или же а это было за это было после оккупации по-моему сразу же сразу мы сидели на привести себе новгородцев да я помню я сказал абсолютно правды в коктейбере бывал каждый год на протяжении многих лет и я видел там кого угодно но от украинцев там было очень мало политической коррекции не бываю я не умею страдали из-за этого много раз жизни нет пистолет сюда выручают я помню что уже очень много лет назад кажется 9 дуле терману вы сказали что в общем то большая часть американской музыки полное говно да горжусь как только мое начало на пути политкорректности я просто взял чтобы процит процитировать естественно песня ворожба а как вы думаете вот если в той самой россии поменяется персонали что-нибудь изменится я потому что вот этой песне вы говорите сотни лет один ответ да то есть проблема сама россия так это не проблема это с национальный склад сознания вот в чем он боюсь что словами я бы не стал пытаться это определить и слова русский что значит значит рыжий на рус может россу барбароссов например красная борода это викинг и насколько я понимаю мы история россии как человек связано со всем этим такие правительные то есть это бойцы бойцы значит они всегда будут искать централизованную власть им нужен начальник ну слушайте викинги они создали потом швецию норвегию да я горжусь этим и в общем то и в общем то все у них нормально и они не не угрожают другим странам что здесь пошло не так и чувствуете ли вы в себе вот это в себе я это чувствую но вполне умеренном виде то есть взять топор и что-нибудь разобраться что-нибудь уничтожить можно разбирать разбираться мне уже ли я спрошу еще еще жестче насколько вот вы сам империалист в душе обожаю обожаю британская империя над которой не заходит солнце это вот весь смысл всего о чем мы говорим это в одном жести если вместо этого сказать так и вот так будет другой совсем да правильно но вот есть края где вов но вас саму это есть тоже если бы мне этого не было не смог бы этого заметить я всегда думал что вы старались но мне казалось так что вы старались сделать россию светлее кстати в этой самой песне там потом уже и звучит но пока я дышу я все-таки прошу чтобы к нам вернулся ясный свет не жалко вам что но вам не удалось этого сделать не удалось удалось такое огромное количество людей пишет мне и благодарит за то что музыка аквариума делает их жизнь лучше что пренебрегать этим письмами я не могу а завтра эти самые эти самые люди могут написать что вас ненавидят некоторые да некоторые это наверное случилось потом потом как вы сказали что но вы осуждаете войну и знаете коменты не считают присядем о это будет великолепно а нам дадут тут выпить кофе интересно мы попросим долгали чат не что а чё будучи лавы не бойтесь нас мы не тут хорошие но амно чё и амно чё и амно чё и прикладную математику это было одно время много лет тому назад пару десятков лет тому назад мне иногда снился кошмарный сон что я сижу в огромной аудитории университета и они какой-то экзамен идет или что-то и нужно взять интеграл а я понятия не имею что это я просыпаюсь и понимаю что я понятия не имею что это забыл полностью все это то что я пошел в университет нет не чтобы изучить как брать интеграл это я видел гробу это сих пор вижу я пошел чтобы хорошо провести время у меня это получилось шесть лет включая к тем и отлично проводил время в том числе основал аквариум бывали такие моменты что у вас появлялись сомнения что мне не не интересна музыка бывало такое это невозможно по определению как музыка может быть неинтересно может надо есть концерты гастроли отели интервью всегда интересно всегда у буддистов есть очень правильный термин но можно было перевести постоянная тот лаван из так когда ты все время ощущаешь всем всем своим существом все что происходит вокруг ты все время не в не включен в жизнь до являешься жизни вот это ощущение то что о чем когда-то писал любимый нами философ платон когда он говорил что главное что может стяжать в жизни человек это добиться состояния и у номер то есть ощущение того что всегда в том месте где нужно быть в то время когда нужно быть такой какой ты должен быть и делаешь то что нужно по моему убеждению платон это высшая точка человеческой и по крайней европейской философии согласен он удивительно совпадает с и супа не шадами и со всем остальным то есть со старой индийской фил философии которые она и старая на индийская практически это все тоже самое а может человек вот в этих краях понять постичь вот эту индийской философии считай здесь естественно вы уверены в этом я яркий пример у меня нет проблем них не с греками не с индусами вы постигли по крайней я на пути ну да мы все на пути это правда сказать постичь или нет это нарушает собственно основной принцип пойдемте дальше пойдем ваше отношение к публике ваши но публика мне кажется оскорбительным а почему публика это название собравшись в одном месте людей публику управляет для меня это люди не публика до люди конечно вот какая хорошая какая облегка я вчера как раз проходил здесь и думал вот если мы пройдем мы остановимся и я спрошу вас что вы думаете об этих воротах и вот это случилось мне нравится мне очень нравится эти ворота очень нравится эта эмблема и я будет а вы ее фотографирую поскольку она может что-то нам интересное посоветовать отлично пойдем дальше публика слово оскорбительное а как тогда называть не можно называть публику аудитории слушатели да слушатели концерта да но не можно говорить слово публика просто использовать слово можно просто говорю что она мне не очень нравится но она что-то она отражает у меня создалось впечатление что у вас только снисходительные отношения к публике на наоборот мы существуем для того чтобы делать их жизнь лучше как как я могу к ним снисходить на относиться это они ко мне могут снисходительные относиться то что я пришел занимаю их время как интересно придется метро себе купить буду стройте ходить а что в общем в этом есть какой-то шарма вторости может быть фляжка лезвие я знаю магазин где есть стройте и с тем и с другим и с третьим и с четвертым антенна может быть но это еще и фаллический конечно символ некоторым по счастью с этой стороной жизни я давно попрощался мне этот страшно нравится вы были когда-то секс-символом хуя и насколько а есть секс-символ пост секс-символ я никогда не видел ваши фотографии с женой это ваш выбор или ее это мой выбор но ее тоже но это мой выбор потому что я по своему опыту знаю что даже любимых но и скажем всех людей которых я люблю присутствие их супруг на фотографии мне всегда мешать и я хотел спросить вас как вы относитесь к старость чем дальше вот по своему опыту могу сказать точно вам сколько лет 50 я могу сказать жизнь начинается после 60 и чем дальше тем интереснее то что я владею всей суммы знаний и постоянно который мне было доступно и могу все больше и больше то есть я сейчас собираю со всего мира альбом песен в поддержку украины этим занимаюсь сначала войны и когда я понимаю что мне пишут тут я сижу а мне пишут то ричард томпсон то джексон браун то кто краудет хаус то кто то еще я думаю о похоже что к своим 68 годам я чего-то добился я общаюсь с такими людьми которых я джофф и андерсон мне сейчас нужно ему прийти домой написать что мне срочно нужно про вещать него я сейчас перевожу допустим помимо всего остального перевожу панишада и с каждым днем это задача становится все более и более понятны то что я понимаю что именно нужно сделать какие из них нужно переводить как что туда-сюда потом понимаю кто-то меня переводил панишады а уильям батлер гейтс ну да поспорим с яйцем потому что у него свой тейк на это у меня свой и посмотрим чей подход вернее а потом думаю так секундочку я совсем сошел с ума я спорю с яйцем да да спорю и более того буду стоять на своем а вот вы когда-то у вас на сайте много лет назад был список чудотворных икон он есть он еще до сих пор мы сайт чуть-чуть еще допеределываем сегодня днем буду говорить о переделке дизайна сайта а вот после того что случилось в россии разочаровались вы в русской православной церкви какую радость и в ней разочаровываться я один раз имел очень интересную беседу со святым серафимом саровским святым одним из главных святых православной церкви очень интересно очень оживляет дело в том что мы всеми недооцениваем мистическую сторону жизни мы всем считаем что это немножко сумасшествие немножко придумка немножко понты нельзя путать как почти многие святые подчеркивали нельзя путать небесную церковь и земную но потом земная церковь у нас русской православной церкви руководится кгбшник ну так по-моему это очень красиво это сразу это глубок глубокая тайна от куан как говорят у нас в буддизме чтобы вы хотели еще сделать пять шесть книг которые у меня отчасти написаны отчасти отчасти в работе сейчас отчасти планируются вчера ночью в городе каком городе мы вчера были в городе грн нет городе риге с позавчера на вчера я поскольку по ночам спать не приходится не получается бессонница но как-то получается так что после концерта всего этого не заснуть я час сплю и потом там с двух с трех часов до семи до восьми работаю так откуда у вас энергия откуда откуда в руках божий я собрал вчера ночью новый альбом аквариум вот не этот новый то есть следующие выяснил что мне около 25 трек мест не задействованных я съел их и слушал их честно говоря наслаждался радовался очень такое тоже бывает что слушайте свои песни думать и хорошо написано в хорошая песня не просто хорошо написано вообще не наверно хорошо гениаль вот попробовать поправить вот это 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 уходит полтора года а песня хорош я хочу поблагодарить вас и небольшой подарок для вас знаете как называется вот эта улица там написано она называется улица всех святых спасибо правильное место пришли но мы из него никогда не уходить спасибо господин грибинщиков спасибо петербург стал очень негостеприим к сожалению очень для меня в мрачном в юности был прекрасно в том что с погодой случилось что-то столбитов я его продолжаю любить но издалека его любить меня сейчас проще а в лондоне пока мне последние с 88 года 30 33 года работает очень хорошо